Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мне, конечно, отчасти легче, потому что я иду в кильваторе моих, говорится, учителей. Виктора Анатольевича Ташлыкова, моего однокурсника Винокура. Ну и я могу уже сослаться на некоторый опыт, то, что я послушал, и может включить это в некоторую дискуссию по поводу психосоматических расстройств. Занимаясь более 40 лет психосоматикой и более 20 лет уже аддикциями, я пришел к выводу и согласен с некоторыми моими коллегами Запада, что... Психосоматические заболевания относятся к архаическим заболеваниям «я». Ну, если пояснить кратко, не вникаясь, как говорится, в психодинамику, они закладываются в организме человека и в историю развития достаточно рано, до 2-3 лет, и те, и другие заболевания. И вот я, как бы, в нашей клинике наблюдаю пациентов, которые в детстве многие были в психосоматическом расстройстве, а потом перешли в аддикции. И партиальная астма, и нейродермит, и кипертоническая болезнь. А иногда и сочетается эта патология. Потому что, ну, как вы помните, из анатомии, они многие возникают из одного леска – эктодермы. Поэтому взаимосвязь здесь на биологическом уровне, она очевидна. Ну, и некоторые, как бы, комплексы, схемы, режимы когнитивно-поведенческой терапии, они тоже докладываются рано, например, пока все не съешь, из-за стола не выйдешь, да, какая-то установка у родителей. Эта установка идет не только, может быть, на питание, если мы говорим там о синдроме раздраженного кишечника, а другие установки могут идти на те или иные проявления эмоций, которые или блокируются, или извращаются. Поэтому фон, на котором идет психосоматическое расстройство, оно действительно вот таково. Ну, и сейчас психосоматическое расстройство, оно действительно относится к биопсихосоциодуховным расстройствам. Вот, Владимир Александрович упомянул, но ему, наверное, это сложно сделать, ну, потому что он каждый день с этим не имеет. А так как я имею в виду с зависимыми пациентами, у которых программа тоже духовно ориентированная отчасти, хотя и интегрирует другие элементы, то, соответственно, ну, остановлюсь на некоторых духовных компонентах, ну, чтобы вы понимали, что здесь затрагивается, да. Конечно, эта таблица, естественно, несовершенна, она может дополняться, но это как любая схема, которая дидактическая, служит для ориентира психологу и психотерапевту, ни в коем образом не заменяя избора анамнеза и всего прочего. Ну, здесь честность, ответственность, долг, преданность, забота, терпение, любовь, свобода, одиночество, изоляция, уныние, вина и наказание, отчаяние, смерть, развитие, самореализация, служение, цели, смыслы и выбор. Ну, видите, сколько компонентов, которые тоже, в общем-то, входят и в социальный блок, да, потому что все мы сталкиваемся в реальной жизни, то есть жизненные все моменты, которые так или иначе затрагивают, в общем, любого из нас. Поэтому, естественно, эти компоненты, ну, должны учитываться. Вот, теперь, что касается психосоматических расстройств, то в ДСФ и МКП-10 нет единой рубрики психосоматического расстройства. Вот, вы можете увидеть, как бы, и психосоматические реакции, и функциональные невротические расстройства, и самотофорные, и гетитативные расстройства, конверсионные расстройства, психосоматические реакции. Это действительно очень сложно, их поместить в какую-то рубрику, когда в их этиологии участвуют все четыре компонента биопсихо-социо-духовной модели. Это прокрустного ложа никак невозможно сделать. И одним из таких синдромов, который вот сейчас стал описываться и появляться, является синдром разбитого сердца или кардиомепатия синдром токацуба. Названо потому, что токацуба – это осьминог, ну, и шарообразное расширение левого желудочка, которое может быть найдено на узи сердца, а может быть и не найдено в зависимости от того, в какой момент у этого пациента проводилось обследование и какая квалификация соответствует специалиста по узи. Ну, чтобы вы понимали. Вот. Причем, что еще здесь могу рассказать? Чаще всего это связано с эмоциональным стрессом, различными факторами, но до конца этиология неизвестна. И врачи-интернисты, которые лечат таких пациентов, они назначают обычно стабильную терапию, ну, антигипертонические средства, антиэритмические средства, иногда ноотропные. Редко они учитывают сопутствующую депрессию, о чем говорил Винокур, хотя она может быть, но никто, как говорится, не задумывается, эти симптомы не выявляют, хотя даже в крупных кардиологических центрах, Алмазово, например, там есть и клинические психологи, все методики как бы существуют, но просто об этом никогда не задумаются. Вот. На психотерапию, соответственно, направляют редко или вообще никогда, чем Виктор Анатольевич говорил, что, конечно, надо эти компоненты. Ну, и в основном они представляют собой часто пациентов нашего медицинского лабиринта, вот, ну, и в результате теряется, конечно, оказание адекватной им помощи, вот, и посему я хочу с вами рассмотреть, рассмотреть, ну, случай... Так, наверное, сейчас попозже. Посмертное клинико-психологическое исследование одного случая. Это мужчина, Бронислав, 39 лет, ну, который, в общем-то, был, как раз, пациентом этого медицинского лабиринта. Ну, вкратце, анамнез излагаю, чтобы вы могли прослушать, и если будут какие-то вопросы, я тоже отвечу, потому что эту семью я хорошо знаю, и, в общем-то, могу вам ответить. Значит, он родился недоношенным, получал молоко матери, которое родители привозили в стационар. Мать не была допущена в стационар по уходу за своим недоношенным ребенком. Он провел, как бы, в Киевизе около трех месяцев. Вот, рос покладистым и коммуникабельным ребенком, у него было много друзей. В семье больше тяготел к отцу. С детства строил планы будущей жизни, впоследствии большинство из них осуществил. Ответственно относился к учебе, поступил в химико-фармацевтический вуз, очень любил свою специальность, участвовал в необходимых мероприятиях, например, в продвижении лекарств для онкологических больных. 24 года он женился по любви. Приоритетные ценности родительской семьи находились в духовной сфере. Развитие, искренность, отношения взаимопомощи, профессионализм, тогда как ценности семьи жены присутствовали в материальной сфере заработок, красивые вещи, достаток и путешествия. Цель от экономии проживал в квартире тестя, что позволяло им путешествовать и не чувствовать себя стесненными средствами. Однако, три года назад тесть, не взлюбивший своего зятя, спровоцировал конфликт и написал на него заявление в милицию, якобы он хотел его убить. То есть возникла такая разборка, но потом, как бы, по примирению сторон они съехали с квартиры тести, хотя он за ним и паживал, возил его и в кардиологический заторий, и на дачу, в общем-то, и платил даже за квартиру, проживая так, за все прочее. Ну, тесть вот такой был специфический человек с нарциссистическим расстройством, который привык, чтобы его всегда обслуживали, и он главная персона. Как же дочка уделяет кому-то другому, а не им? То есть это тоже момент уже был такой с подоплёкой. Ну, вот. И, пожив немножко у родителей, они решили купить как бы ипотечную квартиру. Хотя их отговаривали, квартира оказалась дорогая, не по их карману, но пока, как бы, оба работали, всё вроде было ничего. Первый год они радовались, что, наконец, приобрели полную независимость от тех и других, как говорится, родителей. Ну, через год после этого фирма, в которой он работал, лопнула, и он оказался безработным. Итак, в течение года он пять раз устраивался на разные работы, но в этот же период возникли проблемы со здоровьем. Сильная слабость, головокружение. Обращался к кардиологам в институт Алмазова, неврологам, эндокринологам. Каждый прописывал ему какое-то своё лечение, не находили видимых симптомов. Во время суточного мониторинга была обнаружена брадикардия, пульс 52, но и появились уже синкопы. То есть, возможно, потери сознания, которые трактовали как переутомление, усталость, хотя это могло быть проявление как раз сердечного этого заболевания. Но ни он, ни жена не сказали об этом врачам. Очень сильно переживал своё неустойчивое финансовое положение, возникновение которого винил себя. Говорил своему другу, что ему безудно стыдно за свою неожиданную для него финансовую несостоятельность. Как-то другу обронил фразу, что, может быть, мне не следовало жениться. С родителями стал общаться реже, ссылаясь как бы на того, что необходимо зарабатывать деньги на эти потенки. Супруга взяла дополнительные заработки. Он пытался организовать какой-то для семьи бизнес, который связан с длительными путешествиями. Пациент старался не перечить своей супруги, оправдывал её раздражительность усталостью. Ночные поездки способствовали недосыпанию, потере веса, нарастала усталость и слабость. Оказывается, родители даже предлагали ему взять абонемент в бассейн, но он не сказал, что он не может проплыть 25 метров из-за слабости. То есть этот симптом, который явно уже указывал на сердечную недостаточность. Я по первому образованию интернист, поэтому сразу обратил на это внимание. Эндокринолог, наблюдавший его по поводу начальных проявлений гипотириоза, хотя показатели функции щитовидной железы, были на нижней границе нормы, он сказал, что через две недели после всего всё пройдёт, и он почувствует себя лучше, но через две недели пациент умер. Умер от острой сердечной недостаточности и на вскрытии диагноз прочей кардиомиопатии. То есть не расширение, не алкогольное, он не пил, не курил, а вот как раз этот синдром, от которого, говорят, умирают реже, но бывают случаи смерти. Поэтому я вам говорю. Хотя в литературе описывается, что чаще страдают женщины, вот пример лоб достаточно молодого мужчины. Ну а теперь некоторый такой психологический анализ. Вы видите, что на этой картинке есть векторы изменений и силы сопротивления, потому что, чтобы захотел человек принять свою болезнь, ну, нужна капитуляция, смирение и принятие полной помощи и рассказ о всех своих трудностях. Теперь, помните многие из вас шкалу стресса Холмса, да? Которая оценивает, ну, разные показатели жизненных событий и их градация в баллах. Ну вот, если посчитать то, что Бронислав перенес за два года, то по шкале стресса даже не 200 баллов, это 400 баллов. То есть, два раза превышает то, что угрожает психическому или психосоматическому расстройству. Ну, никто об этом тоже не задумывался, потому что, действительно, мы относим их к социальным, как бы, заболеваниям и так далее. Да? Вот, пожалуйста. Ну, и, естественно, будучи придавлен этими стрессовыми событиями за два года в связи с неблагоприятными событиями, что страдают. Что страдают? Страдают и отношения. И вот, наверное, для вас было бы любопытно, что здесь феномен любви, он женился действительно по любви, у них были очень хорошие отношения и так далее, любовь перешла в некоторый регресс, в созависимость, то есть не химическую зависимость, о которой, наверное, не каждый психолог и психотерапевт подумает. Вот эту вот фразу, которую он бросил другу, потому что он не мог оставить свою жену, он готов для нее был все сделать. Были нарушены уже все границы, а испытывая чувство вины за свою несостоятельность, он тем более, как говорится, не переш. Поэтому вот это блаженное состояние уже не смогло компенсировать те негативные реакции, реакции, которые он получал от нее, ну, в силу некоторых скандалов, что ты не работаешь, не можешь что-то сделать, в конечном итоге все находят работу и так далее. Вот. Ну и, естественно, возможно, и депрессия возникла, потому что 4 года назад, после потери работы, он ее быстро нашел, но месяц была депрессия, он обращался за помощью тогда психотерапевту, когда ему назначен был короткий курс с антидепрессантом, он вышел, и там никаких не было явлений, да? Это тоже в анамнезе нужно спросить, был ли эпизод депрессии? Наверняка он здесь тоже присутствовал, да? Ну и, соответственно, вот я вам такую картинку юмористическую нашего бывшего пациента, коллеги теперь, художника, вот, Павла, лым ты божья, исправить нельзя, а забыть невозможно, процесс искупления, обман и бардак, тогда ты ложишься и молвишь тревожно, похожий, а все-таки редкий чудак. Да? Вот. Я уж не буду цитировать, но вот это вот ощущение каждый вечер, когда он приходил, и вот это чувство несостоятельности, естественно, оно уже приводило и к депрессивным моментам. То есть, явно необходимо было назначение не кардиологических, не эндокринологических препаратов, а антидепрессанты, да? Ну, и если вы вспомните знаменитую формулу Джемса, успех, деленный на притязание или идеализацию, то, конечно, у него был единственный источник самоуважения, это работа, которую он потерял. Соответственно, это тоже в комплексе, как и мишень терапии, могла быть. Вот. Его низкое самоуважение. Ну, и, конечно, этот заколдованный круг, страдание от идеализации, невозможности отказаться от этих неудовлетворяющих отношений, от этой ипотеки, можно было тоже ее продать, поменять и выйти на другую квартиру. Вот этот замкнутый круг приводил к ухудшению его состояния, тем более он все принимал близко к сердцу, да? Метафорично. Ну, говорить о разводе нельзя, потому что при созависимости человек этого не делает. Хотя Ницше, если вы помните эту цитату, которая была у Елому, когда Ницше плакал, говорил, развод как благо, лучше разрушить брак, чем себя. Ну, пациент предпочитал разрушать себя. Предпочитал разрушать, к сожалению, себя. Ну, и вот еще интересный факт, так что, как это бывает в некоторой ауре, любовь и лицозависимость. За полгода до смерти своего отца, его сын нарисовал, ну, взял в раскраске вот этот рисунок, раскрасил его, да? И спросил, это любовь? Я говорю, ну, скорее, это раненое сердце. Это скорее раненое сердце, потому что сердце проткнуто кинжалом, да? Я, говорит, думал, это любовь выбрал. Я его видел. Ну, и потом, это я уже написал, зависимость. На его рисунке. Он у меня остался, этот рисунок. Он говорит, хотите, я вам оставлю? Говорю, оставь. Я всегда собираю разные метафоры, ассоциации. Вдруг пригодится. Вот, пожалуйста, да? То есть, даже, как бы в семье, в ауре, это я чувствовал, что же это такое. Он постоянно говорит, мама кричит, и так далее. Вот рисунок. Рисунок зависимость. Поэтому, действительно, этот феномен созависимости не изучен у психосоматических пациентов, и может тоже сочетаться как и депрессивные, как и конверсионные расстройства. И здесь, действительно, участие, психотерапевта, который может это все сопоставить, не маловажно. Ну, когда мы говорим о психотерапии психосоматических расстройствах, мы можем такую метафору выдвинуть, что психотерапия это онтологическая адаптация. То есть, адаптация к бытию, адаптация к нашей жизни, к нашей стрессовой, непредсказуемой жизни, которая действительно полна неожиданностей. Как Ленглинг говорит, крылья жизни это и позитивные, и негативные вещи, это и есть крылья жизни. Но когда на одном крыле, лектишь, конечно, очень сложно. Поэтому задача как бы расширить этот суженный горизонт видения своего заболевания, посмотреть, что там за горизонт. Ну и возвращаясь как бы к биопсихо-социо-духовной модели данного расстройства, наверное, вот эти трудности, с которыми сталкивается пациент, неважно, с психосоматическим или с аддиктивным расстройством, разделить на четыре зоны бытия, на четыре как бы группы. Есть физическое измерение, у кого-то сверхчувствительность раздражителя или астенизация, которая уже является биологическим фоном. Есть социальное измерение, разногласия, конфликты, деструктивные аффекты, обида, ревность, гнев, которые могут переходить уже в депрессию. Изменение жизненных обстоятельств, например, у Бронислава смены квартиры, смены работы и так далее. В социальном измерении то, что приносит нам жизнь. Есть личностное измерение, дилеммы, которые приходится решать, перфекционизм, самоуважение, страх, страх что-то поменять, страх изменений, уныние. Это уже личностное. Ну и, наконец, духовное измерение. Это дезориентация, это упаднические настроения, крушение иллюзий, сомнения, чувство долга и так далее. И психотерапевт должен, конечно, работать на всех четырех аспектах. Не важно, применяете ли вы гештальтерапию, когнитивную терапию. Важно в анамнезе вычленить, в каких компонентах человек испытывает дефицит или где у него конфликтные зоны. Потому что, когда эти конфликтные зоны во всех четырех компонентах, естественно, это угрожает хранификации болезни или, как в данном случае, смерти достаточно молодого пациента, у которого, в общем-то, остался ребенок, которым можно было жить и жить. Ну, вот, что я вам хотел изложить о психосоматике как таковой и на конкретном случае показать сложности некоторых психосоматических пациентов. Слушай, если есть вопросы, надо ответить. Да, пожалуйста. Сергей Александрович, вопрос следующий. Есть такая фраза замечательная, да, как мы привыкли часто ее слышать. Апоптос. Вот он сам себя внушал, внушал, что-то такое с ним происходило, пришло мое время и, знаете, листочек упал. Осенний. Из-за того, что он постоянно просыпался и ложился с этой мыслью. Ну, конечно, что, когда человек полгода без работы сидит, когда ему требуют платить и занимать деньги там у родителей, чувствовать вину, что он их отработает и так далее, естественно, этот порочный круг все больше... Да, апоптос можно назвать метафорически, хотя это больше к онкологическим относится, да, клетки, но апоптос может и служить и вот в данном расстройстве. То есть, в какой-то момент другие, я знаю, живут и в 70 лет и переносят при этих заболеваниях ничего, а тут наступил апоптос. То есть, ему было легче умереть, возможно, вот об этом, я понимаю, да, этот вопрос, чем продолжать вот такую жизнь, ну, как говорится, разрешение конфликта через апоптос. Ну, вот, это, такая версия у нас была и у родственников тоже, ну, те, кто из медицинских образования. Как бывший интернест, интернест, можете сказать, что вот эта кардиомиопатия, она, вообще, это риск для смерти человека. Он мог убереть и от нее не только от своих дезадаптивных реакций на жизнь. Ну, мне кажется, Виктор Анатольевич, что вот данная кардиомиопатия возникла вследствие именно его стрессовых событий, потому что 4-5 лет назад ничего не определялся, он здоров, плавал и так далее. Кардиологи описывают такую, кардиологи описывают стрессогенную кардиомиопатию. Вот, так я про нее и рассказываю. Стрессогенная кардиомиопатия. Ну, вот еще вот есть вариант такой, как бы, такацуба, причем, когда это определяется расширение левого желудочка. Но в данной ситуации, я говорю, что можно поймать, это стрессовая миопатия. Да, в результате стресса умирает человек от инфаркта, да? тоже самое. Стрессовая, не невротическая сэкстрессовая. Нет, это не невротическая. Это стрессовая за счет накопления всех стрессовых событий вкупе. Вот, когда уже собрались и все, организм как бы не выдерживает, лопается. Да, момент. Ну, вот. Да, пожалуйста. на каком этапе его еще можно было спасти? Вопрос. Да, 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 я понимаю вопрос. Не совсем конкретный, да? Если бы его родственники заметили какие-то патологические вот эти изменения в его жизни, действиях, до какого периода времени, когда уже все стало фатальным, его еще можно было спасти? Смотрите, его можно было спасти месяца за два, за три до его смерти. Если бы он обратился к психотерапевту или положили бы в клинику, он вышел из зоны боевых действий. И все, я думаю, было бы нормально. Ну, так как у его жены доминанта деньги на ипотеку, она говорила о здоровье, ну, так где-то вскользь, и все, потому что вот главное, это у нее была цель сохранить квартиру, а не здоровье мужа. то есть можно было его вполне спасти. И об этом мы обсуждали с родственниками во время его похорон. с родственниками и с родственниками с родственниками